Ребята, всем привет! Вы на канале Бизнес на Ключах Бобермастера. Сегодня я поеду прописывать ключ на Крузак 200 и 2010 года. Приехал в Ключную Академию для того, чтобы взять ключ. Итак, вот мой ассортимент ключей. Вот он, вот он, вот он мой ключик. Вот этот ключик поеду сейчас прописывать клиенту в автомобиль. Все увидите в этом ролике. Покажу подробно, как я прописал этот ключ, какие были нюансы в работе, поэтому присаживайтесь поудобнее. Погнали! Когда вы едете на заказ, в самом начале вы сделаете обновление, раздаете Wi-Fi на устройство и пока вы там двигаете в сторону клиента, полностью обновите свое устройство для того, чтобы у вас функционал не урезался. И всегда быть в самых, так сказать, последних обновлениях для того, чтобы вся процедура программирования прошла гладко. Многие говорят о том, что необходимо по третий старое устройство не обновляется, скоро его выключат или оно вообще не обновляется, то есть как кирпич и так далее. Это полная чушь. Сканер, приобретая у нас, вы получаете русский язык и, помимо всего прочего, вы получаете два года бесплатных обновлений. Поэтому, если вы хотите данный прибор приобрести, я оставлю ссылочку в описании. Сейчас ожидаю клиента и пойду программировать ключ в автомобиль. Итак, друзья, автомобиль оказался 16-го года. Вот родной ключ. И, как я и говорил, тот ключ, который будем прописывать. Для начала необходимо... Так, систему иммобилайзера. Toyota Lexus. Подключились. OBD-разъем. Smart Key System. Третий тайп. Включаем зажигание. Нажимаем ОК. Не подключается. Давайте попробуем в четвертом тайпе. Так, необходимо. От Smart Case. Он говорит, поднесите запрограммированные кнопочки. Отлично. Он теперь говорит, поднесите новый ключ кнопки. Смотрите, у нас программ Success. Он говорит, что выключите зажигание, закройте все двери. Выключаем зажигание, закрываем все двери, у нас двери закрыты. Давайте проверим теперь работоспособность наших ключей. Все, смотрите, у нас открывается. Открывается. Одной ключ также у нас полностью работает. Все отлично. Два ключа прописаны в память системы. Ребят, ну вы все видели сами. В принципе, чтобы прописать смарт-ключ, вам потребуется либо X-Tool, либо K-Master 5. То есть, в принципе, этот прибор является почти на одном уровне. Кстати, очень много людей задает вопрос, какой же выбрать прибор. K-Master или X-Tool. Сейчас огромный опыт накопился работы с этими девайсами. И если вам интересно, напишите мне в комментариях, нужен ли вам подробный вообще отчет и подробная информация в отношении работы этих двух девайсов. Напоминаю, K-Master 5 и X-Tool. Я знаю, какой прибор, как она работает и с какими задачами, какой прибор лучше справляется. Нужна информация? Просто напишите об этом мне, и я, если увижу активность на этом ролике, обязательно сделаю для вас этот выпуск. Ну, а я и Ключная Академия, и Бобермастер желает вам успехов в работе. Развивайтесь в Ключной Академии вместе с нами. Если хотите обучения, обязательно вы найдете внизу ссылочку в описании. Переходите, записывайтесь. Ну, а вам желаю успехов в работе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok